В нашей студии эксперт, доктор экономических наук, профессор Виктор Реутов. Здравствуйте, Виктор. На фоне всех мировых событий рынок лихорадит, в том числе и курс валют, то невероятно повышается, то потом опускается на фоне всего происходящего. Что делать с кровно заработанной копеечкой? Что с ней сделать, чтобы она не потерялась? Наверное, копеечка обычно у нас рубль бережет, но вот исходя из этого, наверное, нужно и принимать решение. На фоне западных санкций Россия столкнулась с ограниченной валютной ликвидностью. Были введены ряд ограничений, чтобы сократить отток валюты за рубеж и ослабить давление на рубль из-за ажиотажного спроса на иностранные валюты. В нынешней ситуации официально купить наличную валюту до 9 сентября нельзя. Но если у вас есть валютные вклады, то снять с них средства можно, но в совокупности не более 10 тысяч долларов. И только если эти средства были на счете до 9 марта этого года. Например, если у вас было 15 тысяч, то снять вы сможете только 10 тысяч. Допустим, что у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, то также вы сможете получить наличными не более 10 тысяч долларов. А если у вас несколько вкладов и счетов в разных банках, то каждый банк выдаст вам по 10 тысяч. Остальное вы сможете оставить на своем счете или вкладе на тех условиях, на которых вклад был открыт, или получить в рублях по курсу банка на день выдачи. Средства в иностранной валюте, поступившие на счет после 9 марта 2022 года, получить наличными будет невозможно. До 9 сентября, вне зависимости от того, в какой валюте открыт вклад или счет, при снятии с него средств можно получить их только в долларах США. Ну, например, если у вас счет в евро или британских фунтах, то вы все равно получите только доллары. Без ограничений можно обналичить валютный счет, конвертировав средства в рубли по курсу банка на день выдачи. Переводы без открытия счета из банков за пределами России, а также средства с электронных кошельков, но если у кого-то такие были, можно обналичить исключительно в рублях. При этом банка запрещено брать с клиента в комиссию за снятие средств. Но если у вас есть банковская ячейка, то распоряжаться валютными средствами с нее снимать, доставать и так далее можно вообще без ограничений. По указу президента, со 2 марта нельзя вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму более 10 тысяч долларов. Раньше это было возможно при условии, что сумма декларируется на таможне. Помимо этого, с 1 марта запрещено переводить иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерских компаниях. Это касается не только перевода средств на свой счет, но и вывод денег без открытия счета. Также запрещено пользоваться зарубежными системами для перевода в валюты. Перечислять же другому человеку зарубеж можно, но не более 5 тысяч долларов или в эквиваленте в другой валюте в месяц. Ограничения касаются также переводов супругам и близким родственникам. Например, если 1 марта вы отправили за рубеж кому-то 4 тысячи долларов, то до 31 марта вы можете отправить еще не более 1 тысячи долларов. На прием платежей из-за границы ограничений нет. Что же можно оплачивать за рубежом? Не так уж и много. Учебу, медицинские услуги, коммунальные платежи. Ну да вот, пожалуй, и все. Для этого нужно перечислить деньги на счет иностранной организации, которая оказывает услуги. Переводить можно как рубли, так и иностранную валюту. Интересно, что ограничения на переводы для иностранцев не касаются стран СНГ. Купить же валюту в банках все же можно, но только безналичным путем и без права ее снятия до 9 сентября. Ну, так по ведущим российским банкам, например, Сбер и Тинькофф, через их приложение доллары вчера вечером можно было купить по курсу чуть менее даже 93 рублей. Фактически с 9 марта рубль укрепился почти на 30%, если смотреть на данные валютной биржи. Ну, есть над чем задуматься. Действительно, есть над чем задуматься. Надеемся, что эта тенденция сохранится и далее. Спасибо большое. Напомню, в нашей студии был эксперт, доктор экономических наук, профессор Виктор Реутов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...